Добрый дождливый субботний вечер Духовно И это здорово Вы знаете, я приехал за 40 минут до служения Обычно суббота вечер Мало людей собирается в храмах, в доме молитвы Но, вы знаете, я очень рад, что сегодня много людей Которые хотят слушать Слово Божье Я приехал за 40 минут И стоял просто рядом возле дома молитвы И наблюдал Мне было очень интересно, потому что Я познакомился с историей строительства этого дома молитвы И, вы знаете, это целое сражение было Целое сражение, и люди, которые помнят это Было целое сражение за то, чтобы Бог поставил здесь камень Воздвиг дом молитвы И, вы знаете, я вспоминаю тексты из Священного Писания Которые звучат в Первое Царство, в 7 главе, в 12-13 стихе Здесь сказано Благословение, что сегодня на Воскресенке, если правильно сказать, да Вот такой огромный, красивый дом молитвы Вы знаете, хочу поделиться с вами Возможно, для вас это не новость Но я недавно наткнулся на интересную статью неверующего человека Я был впечатлен его высказыванием Это, вам, конечно, многого ничего не скажет Группа «Клуб коренного киевлянина» Эта статья была опубликована где-то в феврале И этот неверующий человек опубликовал фотографии Нашего дома молитвы на Левом берегу И он пишет Если вы пойдете гулять в парк, что находится на Воскресенке На пересечении бульвара Перова и Микитенко То вы увидите красивое здание Такой себе средневековый замок Это церковь адвентистов седьмого дня Насколько мне неверующему известно У них в Киеве 25 духовных центров А вот храмов всего три Кроме этого еще один на Подоле И также возле метро Дворец Украины Не имею чести быть знакомым С представителями этой веры или конфессии Не знаю, как правильно сказать Но вот храмы у них, конечно, красивые С собой город они украшают Это однозначно и так немного И он дальше рассказывает Рассказывает уже у адвентистов седьмого дня и так далее Чтобы вы немножко поняли масштаб этого Высказывания этого неверующего человека В этой группе 50 тысяч человек И безусловно люди перечитали все это И вы знаете, это благословение для нас Что сегодня люди, которые не связаны Или люди, которые мало знают адвентистов седьмого дня Они вот так откликаются даже О домах молитвы И безусловно важно то, что наполняет этот дом молитвы Это очень важно И слава Богу, да, мы можем сказать Что до сего места привел нас Господь И вы знаете, я не знаю тех страданий, которые знают старшие братья Как они боролись за этот дом молитвы И слава Богу, что сегодня мы можем спокойно с вами размышлять О Слове Божьем Поэтому перейдем к Слову Божьему Хотел вас немножко порадовать Вы знаете, недавно Был огромный праздник Как он называется? Валыгдань, да, украинская Пасха была, да А еще раньше, неделю до православной Пасхи Какая была Пасха? Еврейский, Песох, да? 22 апреля, если я не ошибаюсь Вы знаете, я бы хотел сегодня с вами поразмышлять Немножко не об этом А о том О том, что было до еврейской Пасхи Или точнее уже после, давайте лучше сказать Еврейской Пасхи Скажите, пожалуйста, мне Кто из вас когда-то убегал от чего-то? Вы можете не поднимать Это слишком личный вопрос, да? Когда вы в каком-то страхе, растерянности Бежите куда-то Вы помните такие случаи? Бывало ли у вас, что вы Поворачиваясь назад Понимали, что это совершенно Маленький, неважный случай От которого вы убегали? И вы страшились, и вы себе представляли, да? Что там дракон бежит или кто-то еще другой Бывали такие случаи, да? И часто, вы знаете, человек, когда идет Возле, например, кладбища, да? Или еще чего-то Он представляет себе Совершенно страшную картину Которое в реальности бы не случилось Скажите мне, пожалуйста Кто из вас когда-то бежал Против солнца? Бежали когда-то? Вот когда ты бежишь против солнца Тебя слепит оно, да? Ты не видишь Почему ты бежишь, да? По каким камушкам и так далее И очень неудобно бежать, правда? Я бы хотел сегодня поговорить с вами На очень, вы знаете Мою любимую историю В Библии Это реальная история Которая случилась С Клеопой И его другим Другом И это будет актуально Потому что Недавно была Пасха, Песох Будет актуально поразмышлять Над шестью принципами Которые мы выведем Для себя из этой истории Но перед этим Хочу сказать вам Что Что очень важно помнить Что священное писание Оно имеет огромных Много огромных ключей Много огромных картинок Которые когда соединяются В один пазл Которые Когда ты соединяешь Видишь Много разных пазлов И ты их вместе соединяешь Ты удивляешься Насколько Писание само себя объясняет Вы знаете Хочу вспомнить Два нюанса Чтобы показать вам Насколько Это увлекательно И интересно Первый нюанс Это Симон Ионин Вы помните До Иисуса Христа До встречи с Иисусом Христом Он так Его и звали Симон Но когда он встретился С Иисусом Что Иисус Какое он ему имя дал Как Кифа Или Петр Или камень Как мы переводим И сказано Что на всем камне Я воздвигну Церковь Вы знаете Что означает Имя Симон Не знаете Очень Очень Наглядный Наглядный Означает Вот вы знаете Когда Иоанн Креститель Крестил людей То возле Вот Я не знаю Как правильно выразиться Там очень много Было тростников Таких Они Под веянием Ветром Они очень Вот Нагибались И вот Симон Буквально Это означает Тростник Который От веяния Ветра В ту сторону В другую И так далее Но и Иисус Зная это Он меняет Ему имя И В конце В конце Этой истории В конце Вот именно Имени Петра Важно заметить Что Когда Иисус Разговаривал С Петром Вы помните У костра Когда Ужин Был Приготовлен И Иисус Спрашивает Его Заметьте Он не говорит Петр Он говорит Симон Ионин Любишь Ли ты Меня Почему Это важно Потому что Если внимательно Посмотреть В эти слова Мы можем Увидеть Что Иисус Спрашивал Буквально Его так Симон А ты Помнишь Иону Который Бежал Когда-то Как ты Сейчас От меня Симон Ионин Почему Куда Ты Бежишь Снова Я Здесь Я Уже Сам Пришел К тебе Я Приготовил Тебе Ужин Слава Богу За Такие Маленькие Нюансы Второй Нюанс И мы Переходим К нашим Размышлениям Чтобы Обогатить Вас Чтобы Вы Поняли Насколько Это Интересно Это Действительно Увлекательно И Это Не Сухое Богословие Для Того Чтобы Из Изгладить Грехи Народа Священник Крапил На жертвы Них Сколько Раз Вы Помните Семь Просвятые Ра Молодцы Семь И вот Если Посмотреть Посчитать По священному Писанию В Новом Завете Мы увидим Что Иисус Христос Это Вы Прочитаете Дома Пересчитаете Он Проливал Кровь Семь Раз Я думаю Это не Просто Так Это Все Имеет Значение Ну Давайте Перейдем К нашей Истории Мы Увидели Что Очень Важно Помнить В маленьких Деталях Которые Мы Сейчас Будем В истории Встречать В наших Текстах Это Луки Открываем Евангелие От Луки 24 Глава С 13 Текста Если Сосед У вас В Библии Пододвигайтесь К нему Ближе Будем Вместе Смотреть И Читать Луки 24 Глава С 13 Стиха Начинаем В тот же день Двое из них Шли в селение Отстоящие Стадии На 60 От Иерусалима Называемое Маус И Разговаривали Между Собою О Всех Сих Событиях И Когда Они Разговаривали И Рассуждали Между Собою И Сам Иисус Приближившись Пошел С ними Но Глаза Их Были Удержаны Так Что Они Не Узнали Его Он Ж Сказал Им О Чем Это Вы Идя Рассуждаете Между Собою И От Чего Вы Печальны Один Из Них Именем Клеопа Сказал Ему В ответ Неужели Ты Один Из Пришедших В Иерусалим Не Знаешь О Происшедшем В И Сказал Им О Чем Они Сказали Ему Что Было С Иисусом Назарянином Который Был Пророк Сильный В Деле И Слове Перед Богом И Всем Народом Как Предали Его Перед Священники И Начальники Наши Для Суждения На Смерть И Распяли Его А Мы Надеялись Было Что Он Есть Тот Который Должен Избавить Израиля Но Совсем Но Совсем Тем Уже Третий День Ныне Как Это Произошло Но И Некоторые Женщины Из наших Изумили Нас Они Были Рано У Гроба И Не Нашли Тело Его И Придя Сказали Что Они Видели И Явление Ангелов Которые Говорят Что Он Жив И Пошли Некоторые Из наших Ко Гробу И Нашли Так Как И Женщины Говорили Тогда Он Сказал Им О Несмысленные И Медлительные Сердцем Чтобы Веровать Всему Что Предсказывали Пророки Не Так Ли Надлежало Пострадать Христу И Войти В Славу Свою И Начав От Моисея Из Всех Пророков Изъяснял Им Сказанное О Нем Во Всем Писании И Приблизились Они К тому Селению Которые Шли И Он Показывал Им Вид Что Хочет Идти Далее Но Они Удерживали Его Говоря Останьтесь С нами Потому Что День Уже Склонился К вечеру И Он Вошел И Остался С Ними Вот Концовку Истории Мы Оставим На Самый Конец Но Позвольте Сейчас Вместе С вами Немножко Переключиться Это Очень Важно Перед тем Как Мы Будем Размышлять Над Шестью Принципами Из этой Истории Что Важно Очень Помнить Из этой Истории На Исторический И более Географический Такой Момент Город Эмаус Он Находился Западо Восточный Или Северно Западный Северо Запад От Иерусалима Это Ближе К Средиземному Морю Приблизительно 12 Километров Приблизительно Это Был Воскресенье Это было Воскресенье После Субботы И Эти Ученики Явно От чего-то Бежали Мы видим Из этой Истории Эта История Упоминается Также У В Марка В 16 Главе В 12 Сихе Но она Очень коротко Там Упоминается Лука Более Обширенно В ней Говорит И мы Начнем С первых Двух Стихов И Поразмышляем В тот же День Двое Из них Шли В селение Отстоящие Стадии На 60 От Иерусалима Называемые Маус И разговаривали Между собою О всех Сих Событиях Когда Ученики Все вместе Собрались В Иерусалиме Когда Женщины Прибежали К ним И рассказали О всем Когда Иоанн Вместе С Петром Помните Бежали Очень быстро Ко гробу И не нашли Там никого Они Прибежали Назад И они Вместе Скорбели И размышляли Что же Такое Случилось Где же Наш Спаситель И можно Можно же себе Представить Приблизительно Что в то время Готовилось Ну не в то время Это постепенно Готовилось Восстание Зелотов Зелоты Это были Фанатики Национальные Которые Хотели Силой Римское Иго Сдвинуть Просто И Я могу себе Представить Что они Очень сильно Насмехались Потому что Мы знаем Что среди Учеников Был также Симон Кто Зелот Он возможно Даже был Из них И он Исповедовал Вот Взгляды Этой партии И они Насмехались Где Ваш Спаситель Чего Вы ожидали И вот В этом Всем Разочаровании В котором Находилась Группа Людей Которые Ожидали Что-то Особенного В чем Говорил Сам Иисус И они Убегают Двое Клеопа И второй Попутчик Убегают Убегают В селение Маус Наверное К себе Домой И они Идут По дороге И Размышляют Что это Была За дорога Важно 21 В 11 Стихе Сказано Что Что дети Израиля Идут Навстречу Не Заходящему А Восходящему Солнцу И Когда Они Ишли Солнце Заходило По сути Это Можно Так Сказать Плохая Примета Вот И они Идут И Размышляют Об Иисусе И о Всем Том Что Что Случилось Они Были Охвачены Печалью И Разочарованием Я думаю Каждый Из вас Переживал Разочарование И Они Были Охвачены Тем Ж Их Надежды Просто В Один Момент Обрушились И Когда Они Разговаривали 14 Стих И Когда Они Разговаривали И Рассуждали Между Собою И Сам Иисус Приблизившись Пошел С ними Но Глаза Были Их Удержаны Так Что Они Не Узнали Его Много Вы знаете Предположений Баркли Мэттью Генри Вот Эти Комментаторы Они Говорят Что Когда Они Выходили Из Ним И Когда Солнце Светило Они Просто Его Не Заметили Не Увидели Священное Писание Говорит Что Были Удержаны Глаза Их Они Были Удержаны И Вот Они Не Узнали Иисуса Они Просто Не Узнали Вы Знаете Мы Дальше Будем Продолжать Размышлять Так же Но Здесь Кроется Огромная Огромная Просто Истина Истина Заключается В том Что И разговаривали Между собой О всех Сих Событиях И Когда Они Разговаривали Иисус Явился Заметьте Когда Иисус Говорил И Он Сам Придерживается Своих Слов Он Говорил Помните Где Двое И Трое Во имя Мое Собран Там И Я Посреди Них Прекрасно Просто Да Они Размышляли Об Иисусе И Иисус Является Безусловно Мы знаем Контекст Истории Что Совершенно По-другому Он Явился Там Но Иисус Является Там Где О нем Размышляют Некоторые Говорят Говорят Что Вместе С Клеопой Шел Так же И Петр Хотя Мы знаем Что Когда Клеопа И его Попутчик Прибежали То Что Петр Был С Компанией Где Были Все Вместе Безусловно Эта Теория Так же Рушится Потому Что Если Был Бы Там Петр То Клеопа Был Молчал Потому Что Петр Много Говорил И Вот Они В Размышлениях Иисус Начинает Им Они Рассказывают Иисус О Своем Горе О Своей Печали О Своем Непонимании Что Интересно Они Увидели Что Этот Человек Достаточно В Принципе Готов Разговаривать Об Этим С ними И Они Спрашивают Иисуса Разве Ты Не Знаешь Что Случилось И Тогда Иисус Начинает Им Объяснять Начинает Моисея И По всему Священному Писанию Начинает Им Объяснять Библию Почему Он Это Сделал Это Также Очень Важно Помнить Мы Сейчас Об Этим Будем Размышлять В Принципах Которые Мы Будем Выводить Сейчас С Этой Истории Но Самое Главное Понять Вот Эту Атмосферу С Которым Ишли Клеопа Его Друг В Город Эмаус Вы Знаете Я думаю Они Не просто Ишли Они Бежали В Разочарование Потому Что Был Заход Солнца Они Хотели Успеть Чтобы Светло Было Домой И Вот Они В этом Разговоре Идя Вместе Пришли В Это Селение И Попросили Буквально Попросили Иисуса Остаться В Этой Истории Есть Шесть Уроков Которые Важно Отметить Первый Урок Если Вы Записываете Если Вам Интересно Это То Очень Важно Первый Урок Который Очень Очень Сильно Видно В Этой Истории Это Бог Встречается С Нами В Повседневности Где Бы Мы Ни Были Бог Встречается С Нами Это Возможно Не только При Особых Обстоятельствах Но в Любом Дне Поскольку Бог Везде Дома На Работе Даже В Переполненном Автобусе Можно Встретить Иисуса Нам Нужно Быть Готовым К тому Что Бог Может Проговорить Нам В Офисе Или В Общественном Транспорте Нам Нужно Научиться Видеть Его Всюду И Ожидать Его Спаситель Стал Человеком Чтобы Приблизиться К Нам К Нам А Мы Порой Его Даже Не Видим И Не Ждем Это Первый Принцип Бог Встречается С Нами В Повседневности Исходя Из Этой Историей Второе Опасность Ложных Ожиданий А мы То Надеялись 21 стих А мы То Надеялись Что Он И Есть Тот Кто Освободит Израиля Мы Ждем Что Бог Будет Действовать Так Как Мы Представляем Понятным Нам Способом И Вот Сейчас Просто Впустите Вот Это Предложение К Себе В Голову Пока Клеопа И Шел И Был Расстроенный И Иисус Освободил Мир Пока Клеопа Негодовал В то Время И Иисус Уже Освободил Мир От греха Когда Мы Обижены Вообще Не В Состоянии Понять Для Чего Какие-то Трудные Ситуации Случаются С нами Нам Сложно Принять Что Бог Допускает Их Для Того Чтобы Получив Особый Урок Мы Могли Позже Послужить Другим Людям И Он Помогает Им Стих 27 И Он Разъяснил Им Все места В Писаниях Относящиеся К Нему Начав С Моисея И всех Пророков Меня Очень Радует Что Бог Хочет Вывести Нас Из Заблуждений И Мрачного Настроения Он Хочет Изменить Наши Сердца Чтобы Мы Не Были На Одном Месте И Заметьте Иисус Выводит Учеников Из Этой Депрессии Из Этих Переживаний Священно Писания Не Психоанализом Недавно Был День Рождения У Великого Зигмунда Фрейда Да Зигмунд Шлома Фрейд И Иисус Буквально Спасает Этих Людей Священным Писанием Он Вдохновляет Их Их Сердце Загорелось Они Не Захотели Отпускать Его Чтобы Он Остался С Ними Опасность Ложных Ожиданий Второй Принцип Третий Умение Узнавать Сердце Но Перед Этим Хочется Заметить Вы знаете Удивительная Не скажу Что Деградация Но Иногда Показывается Удивительное Расстояние Между нами И Священным Писанием С каждым Годом С каждым Веком С каждым Днем Вы помните Моисей Говорил О том Чтобы мы Смотрели в небо Глазами Чтобы мы Смотрели на Бога Соломон Великий Соломон Говорил Чтобы мы Думали Были мудры Думали Головой И Иисус Говорит Чтобы мы Думали Сердцем Чтобы мы Переживали Чтобы мы Размышляли И Чтобы наши Все источники Из сердца Безусловно Это слово Не применяется К этим Деградациям К этим Трем Людям Великим Но К сожалению Когда Зигмунд Фрейд Написал Своих 40 Трудов Он Показал Людям Что Если вы Читали Его Труды Показал Что Буквально Не надо Смотреть В небо Что Все Происходит Не оттуда Что Человеком Движет Совершенно Не Бог Не хочу Называть В доме Молитвы Это слово Совершенно Не Бог Движет Человека И Постепенно Постепенно Мы считаем Это парадокс Мы считаем Это нормально Но Моисей Говорил Соломон И Иисус Христос Что Мы Должны Смотреть На небо Священное Писание Третье Умение Узнавать Сердце Нам Нужно Научиться Замечать Свою Духовную Реакцию И Слушать Ее Подсказки А не Только Доводы Разума Так Как Они Могут Подвести Человека Нас С детства Учили Думать Головой А Сердце Ну Так И Сегодня Вы знаете Интересно Вспомнил Сегодня Прошло В четверг Особенный День Был ЗНО Для Для Учащихся Уже Выпускников Одиннадцатого Класса И там Был вопрос В конце Третий Вариант Когда Нужно Заполнять И писать Своем Мнение Эссе И там Был вопрос Я Может Неправильно Сформулирую Но Приблизительно Такой Был На Что Варто Покладат Ся На Розум Чина Сердце И вы Знаете Двести Пятьдесят Тысяч Учеников Со всей Украины Писали Своё Мнение По Этому Поводу Стих Тридцать Второй Когда Иисус Стал Невидим Клеопа Сказал Разве Не горело В нас Сердце Когда Он Говорил С нами По дороге И Разъяснял Нам Писание Помните Какой-то Из пророков Наверное Ремея Скорее Всего Говорил Что Вот Этот Огонь Горит Во мне Я не Могу Удержать В себе Помните Эти слова И вот Клеопа Что-то Подобное Говорит Разве Не Горел Нас Огонь И Вспомните себя Когда вы Читаете Священное Писание Сегодня Горит Либо Сердце Вот Что Происходит С вами Когда Вы Открываете На Гаджете В Компьютере Просто Открываете Библию Что Происходит С вами Потому Что Ни Одна Книга Сегодня В мире Не Способна Так Переделать Человека Как Библия Просто Нет Силы Что С вами Происходит Когда Вы Читаете Библию Задайте Себе Это Честный Вопрос Умение Узнавать Сердцем Третий Принцип Еще Один Важный Пример С Моисеем Который Разглядел Необычное В Горячем Кусте В Горящем Кусте И Получил Возможность Общаться С Богом Заметьте Горящий Куст В Пустыне Это Не Что То Новое Это Не Чудо Но Не Сгорает Куст Не Сгорал Это Побудило Его Подойти Ближе И Вступить В разговор С Богом Услышать Волю Бога На Свою Жизнь Четвертое Чтобы Понять Бога Нужно Снать Слово Божье Исходя Из Этой Истории Которую Кстати Забыл Вам Назвать Памятная Прогулка В Маус Или Лучше Сказать Памятная Пробежка В Маус Помните Как Они Бежали Назад Чтобы Понять Бога Нужно Знать Слово Божье Как Вы Думаете Клеопа Его Друг Знали Слово Божье Знали Как Вы Думаете Того Время Евреи Знали Слово Божье Знали Слово Божье Но не горело сердце Но не горело сердце Вы знаете Позвольте Позвольте Привести Этот Пример И Я Очень Восхищаюсь Тем Что Я Узнал За Последнее Время 22 Числа Апреля Я Имел Честь Имел Честь Совершать Песох Который Совершился В Иисусе Христе Но Я Имел Честь Увидеть Как Это Совершает Ортодокс И Это Удивительно Почему Я Думаю Возможно Кто-то Из Вас Знает И Вы Встречались С Этим Но Это Удивительно Тем Когда Ты Понимаешь Что Будет С Ними Когда Они В Один Момент Поймут Что Он Уже Пришел И Что Означает Среднее Моца Я Вам Сейчас Объясню Когда Евреи Начинают Песох Или Он Называется Первый День Сидр Как Исполнять Его Года Они Вытягивают Перед Началом Это Довольно Длинный Процесс Первая Встреча Первый Вечер Перед Тем Они Выметают Все Из Дома Что Называется Хамец Очищают Полностью Это Не Разрешается Обычно Сейчас Они Берут В сумки Складывают Все И Продают Мы Ездили Продавали Другу За Гривну Подписывали Договор Это Увлекательно Было Уговаривали Долго Сегодня Он Недавно Буквально Два Дня Уже Согласился Вот Купил Машину Недавно Согласился Видите Благодарю 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 Он Он Вытягивал Три Мац Из Коробки И Среднюю Мац Он Надламливал И Потом Она Заворачивается В Салфетку Или Что И Прячется До Конца Вечера И Когда В конце Понял Смысл Я Просто Рыдал Я Просто Рыдал Почему Потому Что Это Обозначает Вот Эти Три Мац Они Обозначают Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой И Бог Сын Был Надломлен И Спрятан На Три Дня Когда Мы Нашли Его Вот Эту Она Называется Не Скажу Специально Перезвонил Спросил Это Слово Вот Вылетело И Когда Он Вытянул Когда Мы Нашли Вы Знаете Ребенок Обычно В Еврейской Семье Он Ищет Бегает По Квартире И Ищет Вот Этот Андрей Будет Смотреть Нас Наверное Поэтому Будет Смеяться Что Я Забыл Это Слово И Когда Ребенок Находит И Приносит Человеку Который Ведет Весь Этот Процесс Когда Вытягивается Вот Это Изломленное Надломленное Моца Я Удивился Когда Я Увидел Она Была Целая Ну Она 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 Надломленная Но Целая И Когда Ты Видишь Проколенные Такие Дырочки В Моце И Ты Понимаешь Что Иисус Христос Он Не Был Надломлен Он Он Был Проколот Всем Чем Только Можно Было И Когда Мы Укушали В конце Этого Вечера После Этого Нельзя Было Ни К чему Прикасаться Уже Просто Все Вечер Закончен И Мы Уходили Уже В своих Размышлениях И Думали Чтобы Понять Бога Нужно Знать Слово Божье И Это Удивительно Когда Ты Понял Весь Этот Процесс И Ты Увидел Насколько Глубоко Это Сказано Насколько Глубоко Говорит Этот Обряд Об Иисусе Христе Еще Больше Еще Глубже Понял Жертву Иисуса И Представьте Себе Когда В один Момент И Он Останет Вот Щелчок Такой Они Увидят Что Он Был Здесь Что Мессия Был Здесь И Они Спасены И Это Удивительно Поэтому Наша Задача Не Ограничивать Бога Своими Принципами И Понятиями А Постараться Расширить Свой Разум Свои Познания О нем Искать Новые Встречи Размышлять Над Его Словом Нам Нужно Сегодня Погружаться В Священное Писание Не Только Раз Когда Мы Кресимся Принимаем Водное Крещение Каждый День Погружаться В Священное Писание И Вы Не Думайте Ну Вениамин Тебе Легко Потому Что Ты Получаешь Это Образование Ты Будешь Пастором И Как бы Ты Должен Обычно Вы знаете Что действует Сильно На пастора Когда Вы ему Скажете Ну Ты же Пастор Вы Не Пользуетесь Этим Но Обычно Можно Подумать Что Тебе Легче Ты Всегда В этом Купаешься Ты Размышляешь Об этом Ты Должен Это Неправда Знаете Как многие Богословы Мне кажется Они Согласятся Со мной Хотели бы Просто Читать Библию Как Вы Из Чистого Листа Не Зная Герминевтики Гемелитики И Прочь Просто Читать И Слышать Что Дух Господень Говорит И Как Он Учит Пятый И Предпоследний Позвольте Повторить Вам Первое Бог Встречается С нами В повседневности То Что Мы Видим Из Истории В Маус Второе Опасность Сложных Ожиданий Пока Клеопа Был Расстроен И Иисус Спас Мир Третье Умение Узнавать Сердцем Моисей Видел Горящий Куст В пустыне Горящий Их там Было Много Но Он Почему-то Остановился На минутку И Продолжал Смотреть Туда Хотя Наверное Это Было Бессмысленно Потому Что Их Много Было Горячих И он Увидел Что-то Особенное Господь К Нему Поговорил Четвертое Чтобы Понять Волю Бога Нужно Знать Слово Божье И Пятое Предпоследнее Перед Шестым Позвольте Вам Сказать Что-то Такое Слишком Заумное Книжное Я Вам Объясню Я Был Действительно Удивлен Чему Нас Учат И Это Есть Священное Писание Принцип Германифтического Круга Августин А потом Фридрих Шлейермахер Сказал Об этом Названии О чем Я сейчас Прочитал Вам Пятый Принцип Принцип Германифтического Круга Это То Что Невозможно Понять Целое Без Понимания Его частей Поэтому Иисус Объясняет Клеопы И его Другу Текст 24 27 И начав От Моисея И от Всех Пророков Изъяснял Им Сказанное О нем Во всем Священном Писании Я призываю Вас Дорогая Церковь Дорогие Друзья Гости Читать Священное Писание И помнить Что Где-то Там Если Вы Не Понимаете Текст И Священное Писание Есть Где-то Ответ Нельзя Читать Священное Писание В отрыве От Других Текстов Безусловно Иисус Объясняет Им Я думаю Очень Трудные Моменты Объясняет Им Те Как раз Моменты Которые Они Не могли Понять И они Разочаровались В этом Почему Иисус Не освободил Израиля И Вот А цель Была Совершенно Другая И он Об этом Объяснял И шестое Шестое Последний Принцип Звучит Так Горячий Хлеб Священный Евангелие От Луки 24 Глава 29 31 Стих Напоследок Но они Удерживали Его Говоря Останься С нами Потому что День Уже Склонился К вечеру И он Вошел И остался С ними И когда Он Возлежал С ними То взяв Хлеб Благословил Преломил И подал Им Тогда Открылись У них Глаза И не Узнали Его Но он Стал Невидим Для них Шестой Принцип Свежий Хлеб Многие Думают Что это Было Преломление Хлеба Но это Была Обычная Трапеза В Широком Пространном Доме И когда Иисус Преломляет Хлеб У них Открываются Глаза Я Вспомнил Себя 22 Апреля Когда Мы Преломляли Мацу Я Просто У меня Открылись Глаза Я Увидел Смысл Этого Всего Безусловно Мы знаем Что Песох Или Пасха Совершилась И помните Тексты Иисус Христос Заклан За Нас Он Наша Пасха Есть Предположение Что эти Ученики Когда Иисус Преломлял Хлеб Узнали Его Потому что Где Они Были Они Были Когда Иисус Насыщал Пять Тысяч Людей И они Вспомнили Но Вы знаете Я думаю Что Все Намного Глубже Чем Мы Себе Можем Представить Или Как Об Этому Говорит Баркли Павел Иванович Кулаков Был Арестован 18 лет За Веру И Сослан В Гулаг Удивительный Человек С Прекрасной Историей Жизни С Борьбой За Истину Представьте Себе 18 лет Дома Ты Сидишь У Тебя Родители Приготовлен Ужин Священное Писание На столе И Врываются Люди И Это Сейчас Нам Знакомо Да И Забирают Его В Гулаг Два Опыта Позвольте И нам Нужно Заканчивать Наше Служение Шестой Принцип Горячий Хлеб Первый Опыт Из Его Жизни Рассказывает О чем Когда Перед тем Как отправиться В Гулаг Он Он Соглашался Брать Оружие В руки И Они Служили На Границе В общем Близко Сейчас Заменяй Там Человека Приходи Туда И Тебе Все Расскажут Иди На Границу Туда Охраняй Потому Что Должно Быть Вторжение И Он Согласившись Ну Неохотно Конечно Идет В сторону Границы Надо Было Пройтись И Встречает Под Пути Человека По Званию И Он Ему Говорит Сегодня Не Иди Туда Возвращайся Назад Говорит Как Он Говорит Только Что Мне Приказали А Вы Мне Говорите Такое Ну Мне Надо Мне Сказали У Меня Приказ Я Иду Исполнять Ну Хорошо Развернулся И Ушел Утром Они Узнают Что В Эту Ночь Полностью Разнесли В этот Пункт Полностью Разнесли Никого В живых Не Осталось Потом Его Забрали В Гулаг И Вот Он Идет Вы Видели Когда-то Снег Большой Который Там По Плечи И Вот Он Идет И Впереди Видит Толпа Людей До Пяти Тысяч Человек Разные Люди Не Только Страдали За Веру И Кто-то Высказывал Свои Политические Взгляды И Самое Разное И Вот Он Смотрит Видит Пять Тысяч Человек Впереди Все Идут В Гулах И Он Посмотрел В Небо Обычное Небо И Говорит Господь Я Не Понимаю Я Вот Сколько За Тебя Терплю Вот Как Это Можно Ну Я Верен Тебе А У меня Все Усиливается Страдание Я Не Понимаю Что Происходит Но Знаешь Господь Если Ты Сейчас Каким-то Странным Интересным Случаем Я Просто Не знаю Как Это Возможно Пошлешь Мне кусочек Горячего Хлеба Я Буду Знать Что Ты Рядом И Что Ты Со Мною Вы Знаете Он Помолившись Продолжает Идти И Вот Идет И Чувствует На Что Он Наткнулся Он Глаза Вниз И Видит Пар Он Поднимает И Видит Черный Хлеб Теплый Горячий Хлеб Знаете Он прижал К сердцу Его Павел Иванович Кулаков И он Так Его И не Ел Ему Уже Все Было Сказано И так Весь Путь Он И прошел С этим Горячим Хлебом Хотел Чтобы Вас Призвать Дорогая Церковь Искать Горячего Хлеба Клеопа И его Друг Поняли Это Когда Иисус Преломил Этот Хлеб Призываю Вас Подумать Над Этими Последними Словами Которые Я Прочитаю Помните Что Наша Наиглавная Задача Научиться Видеть Не только Иисуса Христа На кресте Но и Себя В этом Главная Суть Христианства Законом Я умер Для закона Чтобы жить Для Бога Я распялся Христу И уже Не я живу Но живет Во мне Христос А что Ныне Живу Воплоти То живу Верой В Сына Божия Возлюбленного Возлюбившего Меня И предавшего Себя За меня Аминь Помолимся